А сейчас переносимся в район пылающего Солидара. Путинская армия фактически стерла с лица земли этот город. Бои вблизи Солидара продолжаются. Враг традиционно использует в качестве пушечного мяса тех самых пресловутых вагнеровцев, которых раз за разом жестко встречают, в том числе и украинские минометчики. Корреспондент ТСН Наталья Нагорная побывала на передовой, пообщалась с украинскими воинами, которым просто необходимо еще больше современного вооружения. А еще Наталья своими глазами увидела их четкую и отлаженную работу. А значит, сейчас все это увидите и вы. А вот оккупантам будет ох, как несладко. Это наш фронт около Солидара. Вместо облаков небо коптит черный дым. Горит одновременно в нескольких местах. И из-за звука взрывов здесь, понимаешь, будет гореть еще. Это бэха работает. Жужжит что-то. Среди побитых домов, опустевшей деревни, мы встречаем наших минометчиков. Они сразу показывают нам гостиниц от иностранных партнеров. Это какой-то модный миномет? Ну как модный. Скажем так, есть в нем что-то свое, уникальное. Производство Франция. Был принят на вооружение в 1975 году. Используется по сегодняшний день, если я не ошибаюсь, в 30 странах мира. Если не помиляюсь, в 30 странах мира. От старых советских минометов его отличает и то, что мины к нему вот такие большие. 20-килограммовые. Со значительно большим зарядом взрывчатки. Уже, скажем так, ситуация улучшилась. Раньше было гораздо меньше. Раньше, точнее сказать, их вообще не было. Сейчас полегчало. А сколько раз сегодня стреляли? Если я не ошибаюсь, 16 штук уже бросили сегодня. Но это немного. Сегодня вроде такое затишье, можно сказать. А мы слышим, что бахкает. Потому что близко, здесь все рядом. Это горные штурмовики 10-й бригады. Ребята-эдельвейсы. Как сами себя называют. Пока ждем координаты мишени, дожидаемся вражеских градов. Военные традиции, а нас загнали в подвал. А сами сидят сверху и хохочут. А я палец разбила. От прилета в реактивной артиллерии начинает гореть неподалеку. Минометчики-эдельвейсы ждут момент, когда смогут отомстить российским войскам. Это основная угроза для всего мира. Если хоть какая-то капля моей помощи будет приближать нас к победе, я буду очень рад, что я ее делаю. Количеством быка доволен? Мало. Все равно мало? Мало. А тебе сколько не дай? Да, надо больше. Так что, вы поняли? Скажите, пусть нам побольше дают. Пусть было бы на день 100-200 штук. В 700-600 метров они идут по голому полю, и мы туда работаем. Как умирают враги, хорошо видно на кадрах из беспилотников. Россияне уже научились ходить не толпой, а попарно, увеличивая украинским минометчикам расход боеприпасов. Но эта тактика врага тоже не спасает. Наверняка кого-то убили из россиян. Горные штурмовики говорят, сейчас уже и непонятно, как жили без миномета раньше. Сейчас вообще не знаю, что буду делать дома после войны, если честно. Поставишь миномет во дворе? Да, возможно. Не знаю, надолго ли, но, возможно, и поставлю. Веселое настроение превращается в серьезное по команде из рации. На приеме. А ну, запиши координаты. Принял, принял. Миномет готов уже через мгновение. Что за расхлопцы наводятся? Сейчас ребята наводятся, будут стрелять по врагам. Появилась мишень. Внимание, выстрел! Отличная погода, чтобы бить врага. Теперь только успевай подносить боеприпасы и немного корректировать. Начинается повседневная нелегкая работа. Продолжение следует... Продолжение следует...